Обеспечивая их и жильем, и едой В Нью-Йорке неспокойно Как им хуйного в Америке Как у них ничего тут не получается Ну вот это уберите, пожалуйста Вам в первую очередь спасут жизнь Да, я привык жить на улице Кто-то просвещенный, а кто-то промытый Вау Здрасте, товарищи На связи Миша Сеин из солнечного Нью-Йорка И предыдущий свой ролик Я посвятил неприятной стороне капитализма Тому, как американцы Сосредоточены на вещах Покупают кучу всего бесполезного И живут, чтобы потреблять И под тем роликом я увидел Такое количество тупейших Стереотипов про Америку Что так и руки чешутся Это попровергать Поэтому сегодня речь пойдет про то Про что многие из вас, наверное, думали Что этого вообще не существует Про бесплатные вещи в Нью-Йорке Здрасте, вы на канале Сеина Странное противоречие в Америке Здесь любят технику Но не слишком спешат внедрять технологии Вот, например, прямо сейчас в Нью-Йоркском метро Вы можете встретить турникет Который, если вы платите телефоном Автоматически запомнит ваш телефон И где бы вы ни платили Во всем Нью-Йорке Если вы платите больше 12 раз за неделю То все остальные поездки На этой неделе становятся бесплатными Но при этом В двух шагах от этого турникета Может стоять автомат Который будет печатать бумажные билеты И выглядит как будто он прямиком из 80-х Я тоже люблю технику И хочу поделиться с вами своей крутейшей находкой Последнего времени Адаптеры Ugreen Nexot RG Только посмотрите, какой красавчик Что сразу бросается в глаза Очаровательный дизайн Мало того, что в выключенном состоянии Он клевый и минималистичный Когда подключаешь его к розетке У адаптера появляется анимированное лицо Которое сообщает вам о состоянии вашего девайса И больше всего радости на нем можно увидеть Когда идет быстрая зарядка Мощность этого красавца 65 ватт Он оснащен двумя портами USB Type-C И одним USB Type-A То бишь обычным USB И он настолько крут Что заряжает MacBook Pro 13 всего за час Все благодаря чипу GenFest Установленному в этих красавцах Он не только помогает обеспечивать Высокую скорость зарядки Но и страхует от перезарядки Или перебоев напряжения Так что переходите по ссылке в описании И заказывайте самый милый адаптер Ugreen Nexot RG Возвращаемся к ролику То, с чего хотелось бы начать И что когда живешь здесь Там смотришь местные новости И все такое Это абсолютно понятно Здесь очень популярны левые идеи Да, вот в этой сверх капиталистической стране Вы можете найти модные хипстерские Крафтовые веган-кафе В которых кто-то даже вешает портреты Ленина То есть да, в части случаев Это берется из-за какого-то незнания И это именно такие подростки Которые прочитали вступление к капиталу Маркса И решили, что теперь это их персоналити Но кроме этого Это очень популярное мировоззрение В том числе в топовых вузах Идущее в том числе от топовых профессоров Топовых вузов И берется оно, я думаю, во многом Из-за того, что это в предыдущие там лет 50 Иногда было строго запрещено И ко всему прочему Я думаю, что Я вот вырос в современной России И потому же Почему у меня выработалось Очень отрицательное отношение к коммунизму По тем же причинам У американцев наоборот Выработалось отрицательное отношение К капитализму Потому что они видели Именно его самую худшую сторону И очень многое из того, что я сегодня буду рассказывать Является именно следствием этого крена влево Который происходит долгое последнее время в Америке И вот вам задачка С которой не могут справиться Как в Америке Так и в том числе во многих других западных странах Там в Европе и т.д Как убрать бомжей из сумасшедших с улиц Если соблюдать права человека В смысле все И в том числе их То есть Мы не можем засунуть сумасшедших В заведение с карательной медициной А бомжей там полицейские Не могут отмудохать И сказать им там не порти вид В центре города Потому что город для всех И в том числе для них И это есть тот самый вопрос Который Такеру Карлосону Стоило бы задавать в своих роликах Если бы он был журналистом А не пропагандистом И справедливо ли будет заявление Что там те же бездомные здесь Это люди Которых выплюнула Обманула И переварила система Ну отчасти да То есть действительно Встать на ноги в том же Нью-Йорке Довольно сложно Цены на жилье неподъемные И всякое такое Но если что Здесь есть социальная программа В которую если вы приходите И говорите что вам негде жить Вам найдут где переночевать До вечера Не в смысле жить вы там будете до вечера А в смысле что вам найдут Где жить сколько вам надо До вечера того же дня Я расскажу об этом подробнее Чуть позже в этом ролике Но прямо сейчас подобными программами Пользуются не только бездомные жители Нью-Йорка А в том числе и беженцы Из кучи других мест В том числе и России Украины И ну мексиканцы И куча других стран Часто администрации города Нью-Йорка Обходится 8 тысяч долларов в месяц Содержание одной комнаты Для вот беженцев и бездомных Потому что они снимают их В крутейших отелях Опять же подробнее об этом чуть позже Проблема состоит в том Что куча бездомных здесь Просто не идут на эти программы Есть даже интервью с ними Где они говорят Что ну знаете Да я привык жить на улице Когда наступают холода Я иду там собственно К тем кто благотворительностью занимается И когда холодно Я там собственно и ночую И мне нормально Но вот здесь Большую часть времени Погода вот такая И есть 3 месяца в году Когда реально сложно А все остальное время Ты действительно можешь жить на улице Но где брать еду Спросите вы А в Нью-Йорке Невозможно умереть от голода Здесь есть огромное количество Различных благотворительных организаций В церквях В социальных центрах И т.д. Где вы можете приходить И по расписанию Набирать столько еды Сколько хотите Вы сейчас видите стоковые кадры Потому что мне не хватило Даглости пойти туда У меня все-таки Чуть-чуть денег есть Но кроме этого Вы можете получить Еще и фудстемпы То есть талоны на еду Которые позволят вам Тоже получать еду бесплатно Но уже и в супермаркетах Я слышал истории Как на Брайтон Бич Вывешивали объявление Сигареты и пиво По фудстемпам не выдаем И сейчас мы уже подходим К одной из фишек Нью-Йорка Которой я регулярно пользуюсь Все вот это вот Красивущее здание Это библиотека Коих много в Нью-Йорке И конкретно в Америке Библиотеки Стали важным местом Социального притяжения Для самых разных целей Эта библиотека Представляет собой Семь этажей Общественного пространства В котором Огромная коллекция Естественно книг Которые можно Бесплатно взять В это же включены Кстати комиксы В том числе Всякая актуальная Манга там Вплоть до Атаки Титанов Также огромная коллекция Дивиди Которая кому-то Наверное нужна Но кроме этого Это именно способ По-разному Включиться в комьюнити Вот например Что там проводится Brainfield job now Думаю это помощь В поиске работы Empowering women Transportation career То есть это Ярмарка Для помощи Женщинам Конкретно Прокачать их карьеры И тоже найти работу Здесь видим слет Помогающий в поиске информации Еще одна помощь в карьере Взрослые курсы английского Подозреваю Что то же самое Только с надписью На испанском Live trivia hour Это викторины Книжный клуб Китайский книжный клуб Книжный клуб Еще по одной книге Клуб настольных игр Помощь в освоении компьютера Разговорный клуб На китайском Уровень 2 Я так понимаю Что-то связанное С рукоделием Литературный клуб На испанском языке Клуб по чтению кино ЛГБТ плюс Книжный клуб Только посмотрите На это Открытая крыша Абсолютно Доступная для всех В принципе В этой библиотеке Много пространств Чисто для каворкинга Каждый может приходить сюда И работать Сколько угодно Но вот это вот Вау При этом периодически Эта крыша закрыта Тоже на бесплатные Социальные ивенты Но по большей части Вы как например Вот этот господин Можете просто Прийти сюда с ноутбуком И работать По-моему Офигенно Сейчас еще узнал Что на минус Первом этаже Там мероприятие Для детей Конкретно Детская библиотека Меня туда не пускают Потому что я не ребенок И сам без ребенка Но кроме этого Для развития детских хобби Там есть звукозаписывающая студия И еще студия анимации Как мне сказала Одна из сотрудниц То есть тоже Если у вас нет денег На все это И у вашей семьи Вы можете бесплатно Делать это вот В городской библиотеке И еще Что хотел сказать И забыл в прошлый раз Тут же проводятся курсы Для подготовки К получению паспорта США То есть здесь есть Своеобразный экзамен Перед его получением Где вы должны Ответить на несколько Базовых вопросов По истории Америки И они тоже готовят к нему Бесплатно В общественных центрах По-моему Это очень круто Но что гораздо более важно Так это Бесплатное обучение Английскому языку У меня здесь был опыт Ну во-первых Я приехал там Вы могли видеть В ролике про Джей-Зи Насколько херово Я говорил в начале Но у меня был Довольно большой Словарный запас В итоге За полгода В Нью-Йорке Я очень сильно Разогнался В том Насколько бегло Я говорю на английском Мне гораздо легче Коммуницировать Со всеми людьми Там с американцами Я могу разговор поддерживать Все равно Недостаточно круто Но вот В общем Что происходило Сначала Я пошел На бесплатные занятия По английскому В разговорной группе Я пошел на уровень Адванст И быстро обнаружил Что мне там слишком легко Что интересного В этих занятиях Так это то Что во-первых Их ведет педагог Вы находитесь Вот в этом шикарном здании С видом на дома Вокруг Брайант Парка И вам показывают Обучающие ролики Про Нью-Йорк В них представлены Разные группы населения Иранцы Индусы Китайцы И другие Национальные объединения Которые в Нью-Йорке существуют Самое интересное Что там был даже Видос про русских С Брайтон Бич И персонажи этих роликов Мало того Что демонстрируют Культурное разнообразие Нью-Йорка Они еще и рассказывают Про различные Социальные программы И активности Которые в городе проводятся Собственно В ролике Про русских С Брайтон Бича Там была история Что мужик русский Который говорит С вот этим вот Russian accent Ну как я Он хочет участвовать В зимнем Благотворительном заплыве Кто не знает Море здесь теплым Вообще не бывает Ну океан Да Он теплым Вообще не бывает А зимой Он холодный Ну просто пиздец И устраивают Благотворительное мероприятие Мол Моржи Которые плавают В холодной боде И этим ивентом Собирают деньги На благотворительность Так вот Русский мужик Хочет в этом участвовать Но он Курит Всю жизнь И из-за этого Врач не дает ему Плавать И вот он Мол Пытается бросить курить Несмотря на его окружение И на этой разговорной группе Мне было слишком просто Поэтому я решил записаться На полноценный английский Опять же То было бесплатно Дальше Есть бесплатные курсы Английского Полугодичные Разных уровней На участие В которых Ты выигрываешь Через лотерею Я так понимаю Мест там прям много Потому что В лотерее Я выиграл сразу И легко И когда я туда пришел Там в зале Было очень много людей Но еще были Свободные места Поэтому Я подозреваю Что как раз Лотерея сделана Чтобы если вдруг Был перенабор Тогда типа Были оправдания Что люди не выиграли Но так Ну больше Трехсот человек В одной конкретной Библиотеке Было В которой Эта штука проводилась А таких библиотек Множество Даже по Нью-Йорк Ну я в общем Выиграл в лотерею Пришел на Тестирование специальное И больше всего Очковал Что я сейчас Херово там Завалю Это собеседование И меня поставят В какую-то Младшую группу И придется мне Типа С херовым уровнем Следующие полгода Тусоваться В итоге Спустя две минуты Собеседования Мне сказали Что я слишком Хорошо говорю Для этих курсов Мол Мы обучаем людей С худшим уровнем Мы конечно Вам ничего не запрещаем Но я вам Мол Откровенно говорю Что вам будет скучно И это понимаете Даже в самой Advanced группе По итогу Я хожу на Другую программу Где тоже Разговорная группа Но без такого Четкого Ведения Как вот Та что была С этими роликами Про Нью-Йорк А просто Собираются люди Из разных стран И просто Ведут беседу Таким образом У меня Есть возможность Просто регулярно Говорить на английском Притом На разные темы И не по пять минут И вот сейчас За мной Видно Стоят стулья Тут проходит Разговорная группа То есть Каждый раз Приходит Здоровенное Количество людей Опять же У них Не спрашивают Никакие документы Ничего Просто в интернете Запишитесь заранее Напишите свое имя Можно выдуманное Вас будут объединять В кружки И волонтер Носитель языка Будет с вами Разговаривать Притом Абсолютно терпя Все ваши затупы В зависимости От его Наглости И сосредоточенности И будет либо вас поправлять Либо помогать вам Разговориться И вы будете находиться В кругу Таких же Новые мигрантов Как вы сами Это действительно Мне помогает Потому что Главное что улучшилось Это беглость языка И именно Шорткаты в голове Что называется Горящие клавиши То есть Какие-то Моментальные ответы Это самое важное На самом деле Что есть в вашем Каждодневном языке Потому что Одно дело его знать Другое дело Быть готовым Именно реагировать На английском И не быть Тормознутым Собеседником Вот мне кажется Самое раздражающее И то От чего я как раз Пытаюсь избавиться И хочу избавиться В идеале Вот совсем Чтобы я не был Заторможенным Собеседником С американцами Мне кажется Это основной ключ Потому что даже Если у тебя есть акцент Тут всем вообще пофиг Если ты не знаешь Какие-то слова Но это можно превратить В шутку И все равно Если ты нормально говоришь Ты можешь объяснить Какое слово ты не знаешь Это не так уж страшно А вот именно Скорость речи Это важное И какой еще Я важный вопрос Хочу поднять здесь Это то Что проводилось Здесь исследование По которому 65% Русскоязычных Живущих в США Не знают английский При наличии Вот таких программ Когда вот Один я Просто Когда я искал Что-то для себя Поучаствовал В трех разных Абсолютно Бесплатных Программах По изучению языка Которые более того Не имеют вообще Никакого порога То есть Мне сказали Что я слишком хорош Для продвинутых уровней То есть Как бы На моем уровне Уже надо не выебываться И идти работать И самому там Дальше доучиваться То есть Понимаете Они готовы Учить вас С уровня Блядь Два дня Занимаясь в дуолинго При этом Опять же Бесплатно В куче точек В Нью-Йорке В охуенных Совершенно Здания С отличными Преподавателями Которые сами По несколько языков Знают И например Вот В той штуке На которую я хожу Волонтеры Это тоже Преподаватели языка Которые Кто-то Репетиторствует Кто-то Где-то Преподает Но Сами по себе Они просто Вот Такие Благородные Ребята Которые Несколько раз В неделю Приходят Для того Чтобы развивать Вот Вновь Прибывших В Нью-Йорк Или Например Я здесь Знаком С китайским Мужиком Которого Зовут Джоуи Он больше Семи лет Живет В Нью-Йорке Но Он собственно Китаец И все это время Жил в Чайнатауне То есть Он Нью-Йорк Уже знает Хорошо Но На английском Начал говорить Только совсем Недавно И это Вот То что Здесь пытаются Активно Поправлять И помогать В этом И поэтому Товарищи Когда вы В очередной раз Наткнетесь На Какой-нибудь Тик-Ток Видос Или Че угодно Другое Где Русскоязычные Чуваки С Брайтон Бич Говорят Как им Хуёво В Америке Как у них Ничего тут Не получается И общество Их не принимает Помните Что большая Часть Из них Мало того Что сами Язык Не выучили Так еще И когда Им даются Вот все Эти возможности Они по каким-то Причинам Ими не пользуются Ну собственно Опять же У людей Очень разные Ситуации Бывают И тоже И каждому Язык По-своему Дается И у всех Свои проблемы Но Мне кажется Такая Многозначительная История Не так ли Смотреть Мой канал Без подписки Это большой Грех Если вы живете В каком-нибудь Крупном Развитом Городе У вас Наверняка Есть программы Для бесплатного Посещения Музеев Галерей Выставок И всего Остального Вот Для бесплатного Окультуривания Населения В Нью-Йорке Такие Тоже Есть И они Мало чем Отличаются От программ Во всем Остальном Мире За исключением Того Что Дают Они Пропуск В совершенно Уникальные И культовые Места Например Американ Мьюзим Оф Нейтрал Хистери Казалось бы Ну просто Вот там Музей Со всеми Этими Скелетами Динозавров Но Это Именно Тот Самый Музей Из фильма Ночь В музее И Несмотря на то Что это здание А интерьер Снимался В Канаде Все равно В серьезное Количество Мест Которые Вы можете Попасть В Нью-Йорке Вот Бесплатно С помощью Программы Last Hour То есть В последний час Место становится Бесплатным Free Fridays То есть По пятницам Оно бесплатно Или Free Admission With New York ID Что такое New York ID Это Специальная Карточка Вообще Это Крутая фишка Про американцев Что Они часто Не используют Паспорт Не носят с собой Всю эту книжку А у них Конкретно ID Только Пластиковая Карта Такой вот Замечательный New York ID Вы можете С легкостью Оформить Если у вас Есть Супер Элементарный Пакет Документов Как понимаете Даже я Это смог И с этим New York ID Вы можете Оформить себе Library Card И Culture Pass И набор Вот этих Нехитрых Пластиковых Документов Позволит Вам попасть Например В Metropolitan Museum И все-таки Кроме понтов Что это Нью-Йорк Все-таки Местные Музеи И галереи Представляют Уникальные Коллекции И неспроста Они культовый Статус Обрели Все-таки Дело Не только В локации Но и В содержании И это Все Вы можете Получить Абсолютно Бесплатно Также Каждую Среду Вы можете Бесплатно Попасть В Бронкск Ски Бронкс Ски Блять Как Бронк Бронкс Ски Да Также Бесплатно Попасть В Бронкс Ски Да За Что Короче В зоопарк В Бронксе Но Если Вы были В крутых Зоопарках В России Или Европе То Главное Что Вас Удивит Это Все-таки Ассортимент Зверей Так Сказать Потому Что Из-за Положения На другом Континенте Здесь Нет Многого Что Есть У нас Но Также Есть Многое Чего У нас Нет Как Вы Понимаете Этот Разговорный Кусок Записан Отдельно Про Места И Ивенты На которые У меня Не было Возможности Добежать Возможно Однажды Добегу Вживую И покажу Вам Пишите Что вам Особенно Интересно Из Самого Вот Такого Что Вызвало У меня Страшную Зависть Это Одна Женщина С которой Я познакомился На языковых Курсах Рассказала Что Ну Здесь Как и много Где Разыгрываются Билеты На концерты И От Лотереи Ситибанка Она Выиграла Халявный Билет На Редхо Чили Пепперс Ох Блять Как Я Завидую И Вон За Забором Виднеется Здоровенный Оранжевый Корабль Ради Которого Я Сюда И Приехал Еще Одна Интересная Бесплатная Штука Это Паром До Стейтен Айланда Я Рассказывал Вам В предыдущих Роликах Что Теперь Уже И Москва Это Повторяет Но В Нью-Йорке Вот Эти Вот Паромчики Кораблики Это Действительно Один Из Они Ходят Четко По Расписанию Быстро Быстро Идут По Водной Глади И То Что Наверное Пересекает Самые Жесткие Расстояния А Конкретно Вот Это Вот Этот Здоровенный Паром И поездка На нем Длиной 25 минут Мимо Статуи Свободы Обойдется Вам В 0 Долларов 0 центов После Этого Можете Прогуляться По Стейтен Айланду И узнать Что Поездка Там На метро По Всего Одной Ветке Стоит В 2 Раза Дороже Чем Поездка На метро По всему Нью-Йорку Вот Такая Вот Несправедливость Нет Ну Конечно В Нью-Йорке Неспокойно Не дают Нормально Поесть Вертолеты Приземляются И пользуясь случаем Хочу еще одну Особенность Обсудить Так сказать Нашего Менталитета Да Как бы Это уже Не набило Возможно Кому-то Оскомину Но Во-первых Я и не ожидал Что просто От факта Что я приеду В Америку Я буду получать Такое количество Хейтерских Комментариев По отношению К Америке Многие люди Просто терпеть Не могут США Притом Я не удивлен Что в принципе Такие люди есть У многих Из них даже Какие-то адекватные Аргументы Да Но Критическое Большинство Из них Это люди С мировоззрением Какого-то 60-летнего Ватника Пенсионера И притом Я уверен Большая часть Из них Не ватники Ну Нет Ватники Но не пенсионеры Ну то есть Вот знаете Говорят Век интернета Все просвещенные Ну Кто-то просвещенный А кто-то промытый И еще больше Меня поражает Желание Даже когда Вот Нет никакого Контекста Сравнения Москвы И Нью-Йорка Или Питера И Нью-Йорка Люди Обязательно Пишут в комментах Что Вот ты рассказал Про то-то А вообще-то У нас Блядь Есть Гораздо Лучшее Лянка На что Мне написали А у нас Есть Парк Горького Че ты Эти мелкие парки У нас фон какие есть Ты просто русофоб Во-первых Расскажите мне Блядь Про парк Горького Я там Жил Считай Все свое Подростковое Время Во-вторых Про парки Нью-Йорка Будет прям В следующем Куске Здесь Если что Некоторые парки Это супер Архитектурные Шедевры Но Об этом Позже Но меня Больше всего Удивляет Образ мышления Что Блядь Если в Москве Есть парк Горького То Что происходит На другом Континенте Вообще Не ебет Без разницы У нас же парк Горького Есть Нахуй тогда Куда-то еще Ехать Я просто Поражающе Товарищи Совпадение На мой взгляд Просто фантастическое Реально Такого не подстроишь Вчера Шел Как раз Когда доснял Последние кадры И Вот я рассказывал Вам про ступинг То здесь нормально Что если вы Переезжаете С квартиры на квартиру А здесь Постоянно квартиры Абсолютно пустые Сдаются Это значит Что вам нужно Перевести Абсолютно Все свои вещи С прошлого Места жительства Поэтому Многие Там вот В конце В начале Месяца Или даже Вообще В рандомный День Просто Выставляют Вещи Которые Им не нужны На улицу А если Это небольшие Вещи То выставляют В коробках С надписью Free Соответственно Бери Кто хочешь И Ну действительно Часто Это абсолютное Барахло Но вот Что я нашел Вчера Ебическая Книжка Книжка Дополнительные Обложки Не знаю Как это Называется Короче 22 доллара Она стоила Это и сейчас Честно говоря Ебать дорого А учитывая то Что если она была Куплена там Условно 5 лет назад Это было еще Дороже Следующий лот Вот Это здоровенное Собрание Разных номеров Журнала Life С 1900 По 2000 Это вот Прям История Человечества Натурально С самыми Интересными Его главами По-моему Просто Охерительно И это вот Только книжки Которые у меня Хватило наглости Взять Так там Было Еще Множество Разных Интересных Дизайн Штукенций Хотел бы я Познакомиться С человеком Который Это выкинул И в качестве Бонуса Затырил Еще коврик С очень Старым Логотипом Apple Мне кажется Крутой Раритет Шел снимать Для вас Вообще Другую Штуку Случайно Зашел С улицы Попал На бесплатную Выставку Я так понимаю Какой-то Японский Современный Художник Я вам вообще Соврал Товарищи Это сделали Два художника Один австриец Второй Мексиканец И я вот Прямо сейчас Читаю Описание Что Они творят В духе Активизма Сделай сам И политической Сатиры Они используют Гротеск Субкультурные Эстетики И Сторитейлинг Чтобы Критиковать Патриархальные Системы И их Взаимоотношения С капиталом Ну конечно же Вот Реально Я шел На следующую Локацию Просто С улицы Сюда Заскочил Очень много В Нью-Йорке Можно найти Подтверждение Моих слов И справедливость Радио Выставка Очень пиздатая И вот Собственно Здесь продается Книжечка Которую Я так понимаю Написал Один из авторов Выставки Называется Самая красивая Женщина Это женщина Революции И здесь Крокодил И я вам соврал Два раза Оказывается Вот вонючий Английский Язык Не имеет Рода В своих окончаниях Оба художника Художницы И женщины Художницы Они обе И да Я спросил Они не просто Биологические Женщины Ведь это Важно В Америке Они еще И идентифицируют Себя Как женщины Да В таком вот мире Мы живем Кстати Еще одна Особенность Америки Я вообще Не смог найти Перевода На английский Слово Турники Если кто-то Знает Скажите мне Мне интересно И более того Можно было сказать Спортивная площадка То есть Спортгранд Но здесь Во-первых Называется чаще Плейграунд И штука в том Что вот можете Увидеть Раз Два Три Четыре Пять Шесть Баскетбольных колец И здесь Гораздо чаще Можно встретить Именно площадки Для Игры И различных Видов спорта Я тебя Ненавижу Чем именно Спортплощадки Как чаще У нас бывает И при этом Обратить внимание Там вдалеке Туалет У которого Слева Еще и Бесплатный Фонтанчик С водой То есть Ну Все удобства Круто Круто Ну естественно Товарищи Нью-Йорк Капец Какой дорогой Ну то есть Я думаю Что только вот Самые отбитые Зрители этого ролика Думали Что я вот пытаюсь Создать ощущение Что здесь Социальное государство Победило И все теперь Тут хорошо На самом деле Нет Но ровно так же Абсолютно Неправда И абсолютно Неправильно Думать Что вот Только одни СНГшники Додумались До того Что такое Поддержка Населения А здесь Мол У кого бабки Есть Тот прав А у кого нет Тот не прав Здесь Огромное количество Людей Думают Ровно так же Как и вы И очень много Идей Которые сейчас Уже реализованы В Европе Сюда Прям напрямую Из Европы До сих пор Привозят Европейцы И говоря о парках Сейчас мы Наконец-то Дошли До одного Из самых Крутых Парков Во всем мире Знакомьтесь Литл Айланд Ну слушайте Скажу откровенно Вживую Это выглядит Очень впечатляюще И тоже Особенность Нью-Йорка Я про нее Чуть-чуть В прошлый раз Упоминал Что как раз Тоже здесь Во многом Борется с Нехваткой места И город Очень долго Был портовым Сейчас здесь Тоже до сих пор Есть очень важные Порты Но при этом Такое количество Как их было раньше Оно уже Не актуально И многие из них Переделывают В разные Общественные пространства И это конечно Супер классная Фишка И само по себе Тоже Да Вот это вот Страшное капиталистическое Общество Почти все Набережные зоны Отданы Под общественное Пространство Можно увидеть Например Вот здесь Вот Уэстсайд Там вот На более чем Половину Уэстсайда Раскинулись Самые разные Парки Глядя на устройство Этого парка Я думаю Каждый москвич Вспоминает Зарядье И конечно же Это все Неспроста И Очень клево Ну то есть Я здесь не буду Говорить что Вообще-то А вы знаете Кто первый был Честно говоря Я и сам не знаю Наверное Нью-Йоркский все-таки Но историю Которую я повторяю Из ролика в ролик Не менее Чем меня удивляет Вот масштаб Этого мегаполиса Да И то Насколько он Вот Развитый Разросшийся Широкий Масштабный Могучий Настолько же Меня удивляет То как Этому создаются Противовесы И вот как С одной стороны У нас Вот там Вот Виднеется Верхушка Empire State Building И все Заставлено Суровыми Офисными Зданиями Здесь Буквально Строят Новый Остров Природы И спокойствия Круто Найдена Фишечка Дальше Я расскажу Про еще Один парк Шедевр Архитектуры Но перед Этим Как и Обещал Упомянув Все-таки Про Шелтеры Заселение Беженцев И заселение Бездомных Во-первых Пару дней Назад Я сам выходил Из метро И увидел Двух чуваков В рыжих Плащах Которые У них Было написано Там Помощь Бездомным Они при мне К одному Бездомному Подошли Спросили Нужно ли вам Что-нибудь Он им сказал Мне ничего Не нужно После этого У меня была Возможна Задать им Пару вопросов И оказывается Что если бы Этот чувак Направили В центр Помощи Бездомным Там бы Ему нашли Где там Жить Ночевать И так же Нашли бы Где взять Еду Связались Там С разными Благотворительными Организациями Совершенно Другая Ситуация С беженцами Которые Не являются Гражданами США А переходят Например Нелегально Через мексиканскую Границу Довольно Известная История Что законы О том Что мы будем Их впускать И мы будем Их содержать Принимают Демократы Республиканцы С этим Не согласны Но входят Они часто В республиканские Штаты Поэтому Техас Например Высылает Беженцев Автобусами В Нью-Йорк То есть Реально Вы эти законы Приняли Вот Вы теперь С этим И разбирайтесь И поэтому Сейчас В Нью-Йорке Миграционный Кризис Мне на самом деле Трудно представить Как бы я к этому Относился Если бы я был Гражданином США Вот всю жизнь Платил налоги Как минимум По факту Что у меня Есть Если бы на мои налоги Содержали Всех этих беженцев Но Так или иначе Серьезная доля Населения Здесь Считает Что делать Это нужно И все последнее время И прямо сейчас Тысячам людей Дают шанс Встать на ноги В Америке Абсолютно Бесплатно Обеспечивая их И жильем И едой И документами Даже в чем-то Завидую И это еще не все Все знают Что в США Происходит Жесть С медицинской Системой И действительно Вот мне здесь Болеть стремновато Но Если вы вот думаете Что вы одни Такие умные И знаете Что в США Все плохо с медициной А в США Об этом никто не думает То Ну Это не так И Очень много Здесь Разных программ Для помощи Тем Кто не может себе Позволить Американскую медицину Например Существуют программы Такие как Медикейр И другие В которых вы подтверждаете Что у вас Недостаточный доход И вам предоставляют Бесплатную медицину У нее Можем представить Ограниченное покрытие И допустим Если с вами Случилось что-то Что выходит За границы Этого покрытия То есть Благотворительные фонды В которые Вы можете Направить Свой медицинский Кейс И они Могут покрыть Вам вплоть до 100% Ваших затрат И Если вы думаете Что это какая-то Исключительная ситуация Нет Это сплошь и рядом И я слышал От многих Живущих здесь Истории Что да Их там счет Вот В больнице Покрыт Какой-то Благотворительный фонд Это происходит На регулярной основе И при этом Хочу заметить Что вам В первую очередь Спасут жизнь То есть Не будет Такого Что Условно К вам приедет Там Скорая У вас Оторвана рука И сломана нога И вас сначала Спросят Страховку Нет Вас сначала Спасут А потом Вы будете Разбираться Плюс Есть еще Такая фишка Что можно Хоть до бесконечности Растянуть выплаты По своему счету То есть У вас там Вот какая-то сумма Которую вы не можете Оплатить Вы так и говорите Я не могу Оплатить И я могу Платить Допустим 5 долларов В месяц И до конца Жизни Это все дело Платите Там есть Действительно Много Разных Тонкостей И много Разных Проблем Но Опять же Говоря О плохой Американской Медицинской Системе Не стоит Забывать Что это Все-таки Проблема Ценообразования На одну Из лучших Медицин В мире И чаще Всего У меня В комментах Сравнивают Что угодно В штатах С Москвой Так вот Здесь Представить Что кого-то Повезли Лечить В столицу Вообще Нереально И теперь Я дошел До места В котором По-честному С самого Приезда В Нью-Йорк Мечтал Оказаться И вот Все Что-то Руки Не доходили Все Что-то Тянул Это Хайлайн Парк Переделанный Из ветки Метро Длиннющий И очень Узкий Парк Здесь До сих пор Оставлены Старые Рельсы По которым Когда-то Ездил Поезд Метро И тоже Ну Как хорошо Что они Это сделали Потому что Он наверняка Гремел Так Что было Слышно Вплоть до Набережной И такую Шикарную Локацию Все-таки Хотя и Наверное Удобным Поездом Метро Но Все равно Засирать Это Конечно Было Преступление И я Рад Что Эти Идеи Не пережили Современность Конечно Наверняка Там была Еще Какая-нибудь Другая Подоплека И другие Причины Но Все равно То Что В итоге Это Длиннющее Очень Красивое Уникальное Абсолютно Общественное Пространство Это Шикарно Не Все Потеряно В этой Вашей Америке Думаю Когда летом Все это Дело Цветет Оно Выглядит Просто Как Радость И Счастье Но Сейчас Оно Выглядит Именно Так Как будто Природа Победила Поганую Цивилизацию И Здесь Очень Интересно Рельсы Идут Уже В замурованную Стену По всей Видимости Это Было Депо И Наверняка Его Уже Переделали Под Офисы Но Сам Парк Продолжается Нет Ну Какая Картина Просто Я Не верю Что Я Это Глазами Сейчас Вижу Сейчас Спросил У сотрудников И Вот Это Здание И Вот Это И Вот Это Все Они Несмотря На То Что Соединены Напрямую С Этой Конструкцией И Когда-то Очевидно Были Частью Железной Дороги Сейчас С ней Совершенно Никак Не Связаны И Все Они Там Распроданы Под Офисы И Другие Разные Пространства Представьте Насколько Подскочили Цены Квартир Вот В этом Доме И Вот В этом Доме Когда Здесь Перестала Быть Железная Дорога А стал Один Из Крутейших Парков Вот Там Какой-то Мой Коллега Видеоблогер Снимает Тоже Свой Видос И Вот Насколько Тоже Знаете Невозможно Не Обратить Внимание Насколько Все-таки Это Парк Будущего Да Те Кто Возмутятся Что Какого Хера В парке Будущего Как бы Вот Такое Количество Деревьев Будут Правы Но Все-таки В Нью-Йорке Много Парков В Классическом Представлении О парке Здесь же Парк Это В первую Очередь Очень Своеобразное Общественное Пространство В котором В том числе Город Может выступать Вот Например Тем Куда Выходит Такой Вот Амфитеатр То есть Люди Садятся Смотреть На автомобильную Дорогу Давайте Посмотрим Какой Там Будет Пейзаж Попытаясь При этом Не помешать Нашему Коллеге Тут Очень Много Моих Коллег И Всем Нам Надо Что-то Снять Ну Вид Ничего Такой Ну Вот Это Уберите Пожалуйста Вот Это Вот Надо Убрать Стекло Отмыть Чтоб К следующему Моему Приходу Все Было Получше Пока Так Четыре С Минусом Кстати В самом Своем Начале Хайлайн Парк Упирается В музей Современного Искусства Можно Сказать Начинается С него И здесь Есть Вот Такая Вот Скульптура Да От Немецкого Современного Художника Там Я прочитал Только что Длинное Описание Там Много Разных Слов Про Искусство Но Самое Интересное Что Что Эта Скульптура Называется А Что Если Они Загавкают А Действительно Ну А Сколько Стоят Квартиры Вот В этих Домах Я Просто Не Хочу Знать Таких Денег На Бусти Вы Мне Не Надонатите А Теперь Пользуясь Случаем Представьте Каково Жить На Вот Таком Расстоянии От Поезда Метро Я Думаю При Желании Жители Вот Той Квартиры Могли Бо Просто Запрыгивать На Нужный Им Вагон Если Издалека Вот Когда Он Оттуда Ехал Увидеть Что За Поезд Взял Скаканул И Все И За Проезд Можно Не Платить Но Здесь Вид Сильно Получше Чем В Предыдущий Раз Но Конечно Сама Идея Что Делать Такой Как Будто Живой Кинотеатр Для Созерцания Города Это По-моему Очень Круто И Очень Демонстрирует Любовь К Городу Офигенно И Начинается Хайлайн Парк Одним Музеем Современного Искусства А Кончается Другим И Отсюда Даже Виднеется Знаменитый Весел Скульптура Которая Должна Была Стать Очередным Символом Нью-Йорка Но К сожалению Из-за Количества Субсидов Ее Не Получилось Как бы Держать Открытой Потому Что Они До сих Пор Не знают Как Решить Эту Проблему Потому Что Это По сути Очень Многоуровневая Смотровая Площадка И Как бы Ее Суть Именно В этом И Как В итоге Оставить Ее Смотровой Площадкой Но При этом Чтобы С нее Нельзя Было Прыгать Никто Не Знает Вот Такая Тоже Вам Злая Ирония И Напоследок У меня Для вас Кое Что Есть Фуджис Легенды Хип-хопа Ставшие Классикой Трилогия Алекса Разбитые Сердца Спид И Парижские Бомжи Шатуны Главный Метафизический Русский Роман Творческий Путь Феди Букера От Суки На Коленях До Злачного Места Это Материалы Которые За последнее Время Вышли В моем Телеграм Канале Творческих Авторов И Сейчас Просто Оно Переживает Новое Рождение Поэтому Если Вам Это Интересно Почитать То Переходите Или Если Вы Молодой Автор И Вам Хочется Себя Попробовать Чтобы Ваши Тексты Побольше Людей Прочитало То Я Готов Предоставить Вам Площадку И Собственно Ваши Тексты Будем Там Публиковать С Красивыми Дизайнами И Сможете Вот Попробовать Что Такое Медийная Работа А Если Вы Хотите Поддержать Мой Канал То Можете Купить Младшую Подписку На Бусти Патреоне И Попасть В ВК Паблик Тайник Сейна В котором Музыка Кинища Фильмы Книжки И Всякие Другие Интересности От Меня Моя Личная Шикарная Подборка На Очень Много Постов За Много Лет Или По Старшей Подписке Получите Доступ В Закрытый Чатик В Телеграме Который Называется Фокус Группа Сейна Куда Я Скидываю Всякие Свои Ежедневные Еженедельные Проектики Идейки Наработки И спрашиваю Мнения У своих Самых Преданных Зрителей Это Все Ссылочком В Описании А Вы Спасибо Что Посмотрели Вы Знаете Где Кнопка Подписки А